Студенты, молодые специалисты, активисты общественных объединений получили на форуме уникальную возможность пообщаться с представителями власти и ядерного центра и задать им интересующие вопросы. Их оказалось немало и затронули они многие сферы жизни города. Ребят волнуют отношения с Нижегородской епархией, работой местной власти по программе «Цифровая экономика» и реконструкция школьных стадионов. Мы вместе с администрацией разработали программу на четыре школы, тех, кто позволяет площадь. Этот год мы планируем школу номер 14-16, следующий школу номер 7, потом 12 и школу номер 13. Помимо выступлений первых лиц города, для участников подготовили разнообразные тематические площадки, которые позволили им познакомиться с молодежными организациями нашего города и даже принять участие в благотворительной акции. Каждый желающий мог приобрести наклейку или пряник с символом клуба «Лотос». И собранные средства пойдут на приобретение специального музыкального оборудования. Большой интерес вызвал и поисково-кинологический отряд. Он занимается поиском и спасением людей в лесу и разрушенных зданиях. Делают это волонтеры под руководством профессиональных спасателей и при помощи проводника с собакой. Собака при поиске может заменить порядка 10-15 пешеходных волонтеров, пеших поисковиков. Если человек может пройти мимо обессиливающего пострадавшего, который лежит буквально где-то под каким-то бревном или еще где-то, он просто может его не заметить. Собака этого не допустит, обозначит лайем пострадавшего. Стать волонтером поисково-кинологического отряда может каждый. И если вы действительно хотите помогать тем, кто в этом нуждается, достаточно позвонить по телефону. 8-904-787-50-73 Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.